Хозяин ЧВК Вагнер Евгений Пригожин решил потроллить Белый дом, который признал его частную военную компанию Транснациональной преступной организацией и написал туда письмо, которое сегодня публиковала его пресс-служба Давайте его покажем В частности, Пригожин в этом письме, в принципе, единственное, что он пишет, он спрашивает Какое же преступление совершила ЧВК Вагнер? Думаю, перечисление преступлений займет не один день, так что ответное письмо скоро ждать не стоит А накануне советнику Госдепартамента США Дерек Шолли во время визита в Белград Выразил обеспокоенность по поводу попыток ЧВК Вагнер вербовать боевиков на Балканах Цитирую Мы работаем с правительством Сербии и других стран, чтобы положить конец этой деятельности Да и сам президент Сербии Александр Вучич раскритиковал ЧВК за активные попытки вербовки сербов Цитирую Мы приняли каждого человека из России, русский язык как родной в этой стране Зачем же вы тогда это делаете? Зовете кого-то из Сербии в Вагнер? Если знаете, что это вопреки нашим законам, сказал Вучич Действительно, закон в Сербии запрещает гражданам участвовать в боевых действиях в других странах Наказание предусмотрено не только для участников боев, но и для вербующих или поощряющих такую деятельность Между тем в декабре было объявлено об открытии сотрудниками ЧВК Вагнер так называемого культурного центра в Белграде Согласно заявлению, центр под названием Орлы будет заниматься информационным противостоянием с российскими либералами Которые поехали в Сербию и работают, цитирую, против войны Его возглавил, против Москвы, извините Его возглавил Вагнеровец по имени Александр Лисов Сейчас с нами на связи Геннадий Габриэльян, эксперт по Балканам Здравствуйте Добрый вечер Расскажите, пожалуйста, действительно, почему ЧВК Вагнер потенциально выбрали Сербию Как площадку для вербовки новых наемников И действительно ли там как-то активно идет найм И это становится большой проблемой для самой страны Я, если можно, начну с того, что Гучич получил конкретный ответ на просьбу Не нарушать закон и не агитировать сербов вступать в отряды ЧВК Вагнер На следующий день после выступления по телевидению с той мольбой, о которой вы уже сказали только что 17 января РИА Новости сообщили о начале боевой подготовки добровольцев-сербов в Запорожской области И не кто-нибудь, а представитель администрации Запорожской области Что вот вместе с нашими ребятами тренируются сербы Этот сюжет показали по телевидению Характерно, что батальон, в котором это все происходит, называется именем организатора убийства Троцкого Батальон имени Судоплата Можно таким образом понимать, что слова Гучича не услышали Почему сербы? Ну, уже после 2014 года, когда произошла, так сказать, крымская история и прочее Сербы отправлялись, несмотря на запрет закона Значит, участие в формированиях за пределами страны наказывается заключением от 6 месяцев до 5 лет А вербовка людей в эти отряды до 10 лет Тем не менее, уже 30 человек были осуждены именно за то, что отправились с оружием в руках воевать на Украину Синдром... То есть, в Сербии такая маленькая Россия-Балкан То есть, она примерно то же самое чувствует, что Россия, когда распалась Югославия, в Сербии была титульной нацией А теперь она вынуждена то ли на пороге Евросоюза стоять, то ли пытаться целиком положиться на Россию И вот теперь, когда Россия не в состоянии обеспечить ей защиту Тем более возникает такое, так сказать, такое чувство у молодых сербов, что надо защитить хотя бы то, что есть Плюс воспоминания о бомбардировке Ну, да, действительно был открыт центр Который, что сам Чеваклава отрицал Могу сказать, должен сказать, что, конечно, прямого договора нет О том, что Россия просит Сербию не препятствовать Но, буквально сегодня или вчера, значит, сербские и украинские активисты подали Жалобу в прокуратуру на Чевака Вагнер Имея, так сказать, назвать два конкретных имени Это посол в Сербии Александр Боцан-Харченко И руководитель сербской разведки Александр Вуллин По их мнению, Вуллин мог отдать приказы, чтобы деятельность Чевака Вагнера в Сербии не препятствовать То есть, эти слова Вучича, это некоторая просто такая фасадная реплика для мира А на самом деле, даже на таком уровне, довольно высоком Сербия соучаствует в войне и помогает потенциально наемниками Сербия и Вучич не одно и то же, как и все Разумеется, главная цель политической деятельности Вучича Привезти страну в Евросоюз И он не может не отмежевываться от поддержки войны Вот очень характерно, значит, буквально, а еще через день После того, как РИА новость распространила Вучич не кому-нибудь, а Блумберу сказал Мы с самого начала говорили, что не могли и не имеем права Поддерживать вторжение России в Украину Для нас Крым это Украина, Донбасс это Украина И так будет всегда Поэтому говорить Сербия и Вучич, это неправильно Но по последним поводам 53% молодых сербов склоняются в сторону поддержки России, а не Запада Они выросли в условиях тех обещаний принять страну Евросоюз Которые не сбылись Разумеется, у них есть диссонанс с настоящими И вот именно среди этих ребят, вот те, которые у Судоплатова тренируются Это бывшие бойцы военной полиции Это безбашенные ребята, которые, ну, если честно говорить, не слишком образованные, да? И они рвутся в бой Вот среди кого совершенно правильно, с его точки зрения, закинул удочку А потенциально их много вообще? Вот по вашим ощущениям, насколько это популярная тема такая? Пойти воевать, уйти воевать в Россию как наемник? Знаете, конечно, это данные совершенно засекречены, как я понимаю Сколько сербов находится в рядах ЧВК Вагнер неизвестно Владимир Осечкин месяц назад говорит, что там были, ну, у него есть свои источники Что они были там замечены даже на командных должностях Ну, то есть они не рядовые, может быть, это командиры взводов и так далее Он тогда не назвал цифры, если бы он не узнал, думаю, что он бы ее назвал Но по ощущениям их не может быть много Их не может быть много Это скорее символические какие-то количества Спасибо большое Это был Геннадий Габриюлян, эксперт по Балканам Мы говорили о том, как сербы идут воевать в ЧВК Вагнер Действительно интенсивная вербовка наемников буквально повсюду От колонии строгого режима в России до других стран Объясняется нарастающими потерями российской армии 188 тысяч, это убитые и раненые Цифра, которую теперь называют британская газета САН По данным, видимо, американской разведки Будто в ответ Пригожин и подконтрольная ему Реофан Выпускает видео сегодня, где хозяин Вагнера на фронте Хозяйственно пересчитывает трупы украинских военных Якобы 20 машин сел, он собирается отправить, цитирую, противоположные стороны Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...